Капуста. У меня здесь очень большая капуста, где-то 4 килограмма получилась. Но если там лишнее все отрезать, получится где-то 3 с лишним, 3 с половиной. Здесь 2 килограмма помидор. Это тоже не, знаете, не принципиально конкретные ингредиенты. Можно что-то больше, что-то меньше положить, это уже на свой вкус. Здесь у меня болгарский перец. Пока что положила 3 штучки. Буду по мере нарезки смотреть, сколько мне нужно. Морковь, петрушка, сельдерей, острый стручковый перец, чеснок. Здесь 2 головки. Черный перец, лавровый лист. Значит, здесь у меня уксус 9% прикрыла, чтобы запах сильно не чувствовался здесь. Лавровый лист, когда буду перемешивать, сразу не буду добавлять. Потому что, ну, чтобы не ломался, он там не крошился, я буду в конце добавлять баночку. Надо капусту нарезать. Сейчас покажу так. Он очень большой, пока вам у меня его не получится порезать. Буду с такими погодушками. Нарежу вот так вот, квадратиками. Вот. Сейчас покажу вам. На самом деле тоже не принципиально. Кто как хочет, может нарезать. Вот такими квадратиками нарежу. А можно вот такими вот длинными. Вот так вот, просто он, ну, он получается такой хрустящий. Есть с такими квадратиками. Слишком мелко не стоит, потому что будут потом слишком мягкие. Они же уменьшаются в размере. Когда солятся, они уменьшаются в размере. Ониношенькие. Они тоже комментируют. Вот так вы сделал. Сейчасugu нарезает. Вообще, что там по scripture, о чему, ты думаешь? Сейчас возьмем с помощью. Сейчас возьмем с помощью. У меня большого тазика нету. Поэтому вот у меня две получились в размере. Я соль добавлю изначально. Если у вас меньше капусты, вы можете потом тоже в конце добавить. Я сейчас, чтобы она пустила сок, и чтобы уменьшилась в размере. Вот так вот. Одну столовую ложку крупной соли сюда. Я перемешаю хорошенько. Я нарезаю остальные ингредиенты. Они вот так вот будут в соли. Все, нарезаем теперь помидорки. Эти плодоножки убираем. Нарезаем. Значит, смотрите, пополам. Опять же говорю, это не принципиально. Можете как хотите, так и нарезать. Можете кружочками нарезать. Можете так нарезать. У меня они тоненькие, маленькие. Я вот так вот пополам и еще раз пополам. Они у меня такие сливовидные. Все добавляем к капусте. Можете так нарезать. Кружки у меня совсем мало. Где-то грамм 30-40. Потому что у меня сельдерея много. Если у вас мало, можете петрушки побольше сделать. Нарезаю я не совсем мелко, так средние. Сельдерея. Сельдерея. Матрый перец. семечки я удаляю натираем на тёшке средний и половину такая маленькая и столько же в другую ног черный перец в общем у меня где-то 20 штук по 10 каждую посыплю и так добавлю соли чуть-чуть пока что по пол столовой ложки каждую перемешаю и буду смотреть уксуса 1 2 сюда 1 2 сюда 1 2 2 2 3 5 5 6 6 6 7 7 9 9 11 11 все оставлю теперь вот так вот накрою чем-нибудь и оставлю где-то вот на три часа можно на 5-6 часов оставить пока не выделится сок дальше будем раскладывать банк прошло у меня три часа я попробовала на соль мне чуть чуть мало поэтому добавляю еще попал столовой ложки В итоге получилось по 2 столовые ложки. Посмотрите, сколько сока. Не знаю, видно. Выложила я из двух в одну, перемешала, чтобы все одинаково распределилось. Дальше вот на дно кладем лаврушку. Теперь заполняем баночку. Дальше вот на дно кладем лаврушки. Нашла ровно 2 трехлитровые банки. Посмотрите, сколько сока. Это еще здесь тоже есть сок. Теперь этот сок самый вкусный. Распределяем поровну. Смотрите, сколько сока. Вот соль у меня сейчас как раз. Будьте очень осторожны с солью, потому что здесь мы воды не добавляем. Обычно в маринаде есть вода, поэтому там соли можно побольше сделать. Здесь из-за того, что она уменьшится, получится больше соли. Поэтому понемножку добавляйте соль. Попробуйте. Потом, когда поставите, через три часа еще попробуйте. Лучше чуть-чуть как бы меньше сделать, чем потом пересолить. Потому что у меня уже такое было один раз очень давно. Сначала не почувствовала соли, потом уже, когда замариновался, посмотрела, что уже пересолила я немножко. Было все равно, конечно, вкусно, но соли побольше. Поэтому соли надо быть осторожной. Здесь есть возможность. Вот у меня такая крышечка. Я ее сейчас сюда засуну. Она не даст возможности всплыть в капусте. Как бы небольшой пресс такой. Вот у меня одна, к сожалению. А сюда я поставлю такую крышечку. И завтра, когда она опустится вниз, можно будет доложить туда сверху небольшое яблочко. Либо половину яблочка. Вот. Для тяжести. В общем, нужен какой-то небольшой пресс. Крышку закрываю. Оставляю на кухне на несколько дней. Когда брожение остановится, уберу в холод. Так, прошло у меня три дня. Ну, я сейчас почистила тарелку. Сбежало много воды. Вот. Хочу показать вам. Многие не понимают, как понять, что брожение остановилось. Когда в начале, если вы, ну, в начале я нажимала вот так вот, ну, как будто бы овощи были такие воздушные. Опускались вниз, а вода в этот момент поднималась наверх. Вот. Теперь овощи все, вот капуста и помидоры напитались этим, как бы, маринадом. Стали тяжелыми. Опустились вниз. И вот видите, вот они, нажимаешь, а вода больше не поднимается. Овощи тоже не плавают. Все. Вода больше не поднимается. Значит, брожение остановилось. Вот. Если есть пузырьки воздуха, потому что это капуста, может быть. Вот так вот по краям нажимаем, выпускается вот этот воздух наружу. Дальше закрываем плотно крышку. Хорошенько плотно закрываем. Здесь силиконовая крышка мягкая, я ее поменяю на более плотную силиконовую. Если нету, можно обернуть пакетом. Потом сверху, сейчас покажу. Так, если нету плотной крышки силиконовой, если у вас силиконовая крышка, вот так вот пакетом оберните и закройте крышку, чтобы воздух не попадал уже внутрь. И отправляем вот эти баночки, вот здесь плотно надо закрыть, отправляем в холодное место, в подвалы, у кого что есть. Дальше они должны быть в холоде. Вот у меня три дня, брожение остановилось. Больше не стоит держать, потому что капуста смягчится совсем. Потом уже начинает потихоньку портиться. Чтобы этого не произошло, как только брожение остановилось. Я начала готовить воскресенье вечером где-то 9-10 вечера было. И сегодня среда, вот сегодня среда, час дня. Теперь вот отправляем в холод. Сделаю обзор, когда уже засолится окончательно. Покажу вам итог. Итак, у меня все на этом. Смотрите, уже выглядит аппетитно, уже можно кушать. Я уже попробовала. Уже вкусно. И соль у меня получилась вот прям как раз. Ни много ни мало. Вот. Надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, я объяснила понятно. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Отвечу обязательно. Все. А у меня все. Всем пока-пока.